Всем привет ребятки, с вами Джофф и у меня для вас сегодня просто бомбящие и горячие новости. Помните на прошлом Wargaming Fest в 2017 году разработчики упоминали, что в следующем году, в 2018 уже нас ждет какая-то новая нация. Мы тогда делали предположение, что возможно это будут поляки, возможно это будут итальянцы, или может быть там какие-нибудь испанцы, или может быть что-нибудь еще. В общем догадок было много, но вот сейчас друзья, сегодня наконец-то разработчики объявили, что это будет, да, итальянская ветка наций. И вот что пишут сами разрабы. Еще на WG Fest мы объявили о том, что в 2018 году введем в игру новую нацию, пришло время представить вам Progetto M35 Mod 46, первого, но далеко не последнего представителя итальянской школы танкостроения. Да-да, вы не ослышались, а пенины на марше. Многие могут подумать, что это всего лишь очередная машина в игре, но Progetto M35 Mod 46 приготовил для вас уникальный игровой процесс, который позволит подстроиться под любой бой. Сейчас в игре несколько десятков машин с магазинной системой заряжания, она будет доступна и на Progetto, но с одним важным отличием. То есть друзья, разработчики говорят, что появится новая нация в игре с новой уникальной механикой, и какая это, сейчас вам расскажу. Вот что пишут разрабы. Чем же примечателен танк? До зарядки снарядов в магазине. Это нововведение будет доступно на всех высокоуровневых итальянских СТ, когда ветка появится в игре и позволит вам переживать новый игровой опыт. Мы начинаем знакомить вас с итальянцами уже сейчас, чтобы успеть собрать ваши отзывы и протестировать механики и окончательно их настроить. Так вот, друзья, получается, что у итальянских танков будет своя уникальная механика. Это все тот же барабан, это все тот же магазин заряжания, там на 4, 5 или 6 снарядов, но при этом с подзарядкой. То есть у тех же чехов или у французов у них тоже есть барабаны, и у американцев есть барабаны, но подзарядки там нет. То есть ты из 4 снарядов выстреливаешь один, и тебе нужно полностью перезаряжать целый барабан, что, конечно, очень часто было неудобно. А вот у итальянцев будет тему, что можно будет выстрелить один снаряд где-то там вдалеке, да, по кому-то кинуть, потом цель пропадает, и у тебя остается, например, 3 из 4, или 4 из 5, или 4 из 6, и не хочется перезаряжать целый барабан и ждать там, да, там 30 или 40 секунд. И бац, ты просто подзарядил один снарядик. Очень удобно. Разработчики объясняют, как это будет работать. Вспомним, как работает магазинная система заряжания. У вас в барабане есть определенное количество снарядов, и когда он заряжен, вы можете нанести ощутимый урон с небольшими перерывами между выстрелами. Этот режим классического барабана будет немного изменен, но останется доступен для Projeto M35 Mod46. В то же время для итальянских высокоуровневых СТ после первого же выстрела снаряды будут сразу же дозаряжаться в барабан, а время зарядки будет уменьшаться. В связи с этим у вас будет два варианта ведения боя. Первый дождаться дозарядки снаряда в кассету после выстрела, не открывая огонь, в таком случае время заряжания снаряда будет минимальным. Или же вести огонь оставшимися снарядами, но время перезарядки будет увеличиваться. А вот это, ребятки, просто офигительно. Вы понимаете, что можно будет у итальянских танков не только дозаряжать какие-то снаряды в барабан, но и одновременно стрелять, и у вас будет идти дозарядка снаряда в барабан. Да, она будет долгая, да, это все будет дольше, чем если бы вы стояли и не стреляли, но это просто офигительно. Вот это действительно, друзья, очень-очень интересная механика. То есть получается, что в отличие от того же батчата, да, вот вы, допустим, играете на батчате, у вас пять снарядов, вы отстреляли два и потом катаетесь с тремя. А на итальянском танке вы можете кататься с тремя снарядами, дозаряжать еще два, и при этом этими тремя вы можете без проблем стрелять. Это просто получается, у вас будет бесконечный, постоянно дозаряжаемый барабан. Если я все-таки правильно понял наш официальный картофельный разработческий язык. То есть получается, вы выстрелили, дозаряжаете барабан и при этом продолжаете уже дозаряжившимися снарядами стрелять. Просто очень круто. Игровой процесс. Вот что пишут разработчики. Progetto M35 Mod46 имеет классическую компоновку, благодаря которой он напоминает образцы западной школы танкостроения. Танк отличается хорошей мобильностью, удобными углам вертикального наведения и относительно слабым бронированием. Благодаря хорошему обзору и новой системе заряжания Progetto M35 скорее подходит для стрельбы с расстояния, чем для ближнего боя. Система дозарядки магазина позволяет танку подстраиваться под меняющиеся условия боя. Вы можете выполнять роль машины огневой поддержки или ворваться, выдать несколько снарядов и уйти на длительную перезарядку. У каждого из вариантов геймплея, пишут разрабы, есть свои преимущества и недостатки. Но лучший способ использовать систему дозарядки магазина это оценивать ситуацию и поступать в соответствии с ней. Если поблизости машина противника и вы можете уничтожить ее прямо на месте, не сомневайтесь и сделайте это. Но помните, за краткосрочную возможность разрядить барабан вам придется расплатиться временем перезарядки и придется ждать полные зарядки дольше, чем при классической системе магазинного заряжания. А вот, ребятки, получается у новой механики итальянских танков будет и ощутимый минус. То есть, это то, что их барабаны будут в целом, по сравнению с американскими, французскими или чешскими танками, перезаряжаться дольше, чем мы привыкли. То есть, те же там, допустим, 2000 урона, как у Батчата, будут перезаряжаться не 35 секунд, а возможно 50 секунд или 60. Но при этом будет и система дозарядки, то есть вы можете выкинуть, откинуть два снаряда и опять дозаряжать их себе в барабан. В общем, интересно, интересно. Дальше разработчики пишут. Если вы держитесь от противника на арсене, то лучше вести огонь, как обычный танк с цикличной перезарядкой. Таким образом, вы будете экономить время на перезарядке и использовать эти ценные дополнительные секунды для точного прицеливания. В целом, ваша способность подстраиваться под условия боя станет ключом к успеху. Вот оно что, ребятки, получается, что мы можем в какой-то момент боя выкинуть весь барабан, а в какой-то другой момент боя мы можем стрелять просто как обычный цикличный танк, постепенно дозаряжая снаряды в свой магазин. То есть, получается, у нас у одного танка, у итальянских танков будет сразу доступно два геймплея. И барабанный, и обычный цикличный. Ну, на самом деле, друзья, это действительно очень и очень круто. Единственный минус, что у них, скорее всего, как у чехов и у французов вообще не будет брони, и это будут просто абсолютно картонные подвижные танки. Дальше разработчики пишут. Механизм дозарядки может предложить вам сложный, но приносящий результат геймплей, а Projeto M35 Mod 46 станет первопроходцем, и в ближайшие недели мы будем тщательно настраивать его характеристики. Мы еще не определились с окончательными настройками, но они определенно будут отличаться от текущих. Концепция очень заманчивая и открывает широкие перспективы, поэтому мы уделим большое внимание тестированию новичка. Сейчас наша задача настроить характеристики орудия и бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла, все такое. Если мы, ребятки, посмотрим на внешний вид подробно этого Projeto, то мы увидим, что это такая вот достаточно странная машинка, чем-то напоминает некоторые британские СТ, да, типа Sentinel, чем-то напоминает, может быть, немножко чешские, чем-то даже, может быть, советские. Такая вот что-то мыльное, обтекаемое. Тут, правда, еще рендеры, конечно, не окончательные, поэтому судить о красоте или не красоте этого танка рано, но в целом достаточно получается самобытная машина, конечно, в основном за счет того, что у нас будет уникальный барабан. Ребятки, если в итоге все это финализировать, то получается, что итальянские танки будут со слабым бронированием, скорее всего, с хорошими УВНами, с хорошим пробитием, с хорошим уроном, ну, таким, как для СТ, да, но при этом абсолютно без брони, но при этом они будут динамичные, то есть это будет нечто вроде немецких леопардов, но при этом они будут иметь уникальный барабан заряжания, который позволит вам играть сразу в два геймплея. Вы сможете в какой-то момент боя становиться а-ля Батчат и въезжать во врага и раздавать сразу, там, не знаю, 4 или 5 снарядов, а в другой момент боя вы сможете становиться классическим цикличным СТ, а-ля Объект 140 или Паттон, и просто, допустим, там каждые 7 секунд или каждые 10 секунд откидывать по одному снаряду, при этом дозаряжая их магазин. Какой минус будет у этой всей системы, как говорят сами разработчики, это то, что если вы полностью разрядите свой барабан, то скорость зарядки всего в целом барабана будет дольше, чем у других одноклассников на, там, 9 или 10 уровне, то есть дольше, чем у Батчата, дольше, чем у МХ-50Б или Т-57 Хэви. То есть это будут нестандартные, там, 25-35 секунд, скорее всего, это будет ближе к 50. Но в любом случае, ребятки, механика очень интересная, я хочу уже ее очень сильно попробовать. Ну и жмите лайк, если вам понравилось это видео, пишите в комментариях, что вы думаете по поводу этой уникальной итальянской механики итальянских боевых машин, и нравится вам такое или нет. И, конечно же, не забывайте подписываться на канал, чтобы не пропустить самые свежие и оперативные новости. С вами был Джов, пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok